Шемкенский городской противотуберкулезный диспансер закрыт, но несмотря на это учреждение продолжает функционировать. Теперь это филиал областного диспансера. Интеграция противотуберкулезных учреждений повлекла сокращение 100 больничных мест и 40 работников диспансеров. Раньше структура состояла из двух частей – стационара на 120 мест и поликлиники. В стационаре лежали дети, больные туберкулезом легких и другие пациенты. Их всех сейчас закрепили за областным диспансером. И из двух тысяч работников учреждений около 30-40 человек сокращены. Это в основном обслуживающий персонал. Хозяйственные работники, бухгалтера сократили некоторых главврачей, но медицинских специалистов не увольняли. Интеграция, то есть слияние учреждений противотуберкулезной службы принята республиканской программой «Ден Саулык» на 2016-2019 годы и должна значительно облегчить жизнь больных туберкулезом. Теперь в каждой поликлинике появится специалист-фтизиатор, который в одной команде с участковым терапевтом будет лечить пациентов. А стационарным лечением будет заниматься диспансер после установления точного диагноза. Интеграция, она очень, во-первых, удобна для больных, потому что эта программа ориентирована для пациентов, потому что при подозрении на туберкулез пациент обращается к врачу-терапевту в поликлинике. Дальше терапевт направлял его, больного, например, с подозрением на туберкулез, на дальнейшее обследование противотуберкулезный диспансер. Теперь после централизации врач-фтизиатор будет сидеть непосредственно в поликлинике, и при больных с подозрением на туберкулез после терапевта тут же в этой же поликлинике могут осмотреть врачи-фтизиаторы. Там же можно начинать амбулаторный этап лечения, если у больного не заразная форма туберкулеза. По словам специалистов, с каждым годом в нашей области успехи в борьбе с туберкулезом растут. Тенденция к снижению этого заболевания наблюдается все последние годы. За последние пять лет у нас имеет тенденцию к снижению заболеваемости, смертности среди взрослых и детей. Ну, если в абсолютных цифрах выражаться, то в 2015 году у нас был зарегистрирован 1307 больных туберкулезом первичных. А в 2016 году это цифра где-то 1166 больных. Это на 13% немножко ниже, чем в прошлом году. Оптимизация противотуберкулезной службы сокращение медицинского персонала не повлечет. Все врачи ликвидированных диспансеров будут устроены в другие медицинские учреждения. Перед руководителями противотуберкулезной службы области стоит другая задача – подготовка кадров. Основная масса афтезиаторов сегодня – это врачи предпенсионного и пенсионного возраста. И уже в ближайшие годы нужно думать о воспитании молодых специалистов. Даниар Худайбергенов, Амонтай Уильбеков, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар».